Всем привет! Сегодня у нас экспериментальная рубрика. В этом видео я расскажу о ходе боя в режиме вторжения на карте из московской компании Деревни Высокого. Я расскажу про то, как играть в защите и в нападении, как проходит бой в целом, покажу где расположены респауны и откуда ждать противника, а также расскажу о других интересных аспектах боя на карте. Если видео вам понравится, в дальнейшем рассмотрим и другие карты. Без долгих вступлений, сразу поехали! Бой начинается с захвата первой артиллерийской позиции. Обороняющиеся начинают непосредственно на самой точке и в деревне южнее. Снайперы и минометчики уходят в тыл, а авангард идет навстречу противнику, занимаясь северные блиндажи. Занять их крайне важно, ведь они, ближайшие точки входа в трансляцию, для атакующих. Опционально можно поставить точку сбора в южном блиндаже в левой траншее, чтобы не дать занять ее противнику и при этом иметь два пути к точке по траншее, вместо одного, который всегда удерживается атакующими при захвате точки. Сторона атаки начинает в деревне на севере. Основная задача атакующих на первом этапе закрепиться в траншеях и расположить точку сбора в крайних блиндажах, чтобы не подставляться под огонь по пути с респа. Будет также полезно периодически занимать южный блиндаж левой траншеи, чтобы отсекать респаун стороны защиты и отвлекать внимание от захватываемой точки. Стоит отметить, что зона захвата точки располагается не только в траншее, но и за ее пределами, чем часто пользуются атакующие, прячась за рельефом и островом танка. Поэтому, если захват точки в процессе, а противников в траншее не видно, команде защиты следует проверить эти позиции и лучшими наметом или артиллерией. Обеим командам следует держать вражеские участки траншеи под постоянным артиллерийским огнем. После захвата первой точки фронт смещается южнее. Задача команды защиты отойти в ближайшие дома и держать их оборону максимально долго. Важно не дать занять дома вокруг точки противнику. Также следует разместить точку сбора у блиндажа возле контрольной точки. Атакующие, в свою очередь, как раз таки должны попытаться занять все дома вокруг точки, отсекая идущие к точке подкрепления стороны защиты и игроков с респа, которые подходят с юга и юго-востока. Тогда удерживать захватываемую точку будет довольно просто. Точки сбора для атакующей стороны не сильно важны в данный момент, так как основные респауны расположены достаточно близко. После сдачи позиции обороняющимся следует немедленно оставить деревню и отступить к следующей точке в стойлах. Иначе атакующие могут пройти с респа в траншеи через лес на пустую точку и без труда ее захватить. Если такой ситуации удалось избежать, сторона защиты должна попытаться навязать бой в лесу, задерживая атакующих, идущих с респа в траншеи. Но при этом следует не забывать про саму точку. Точки сбора можно расположить с ближайшими домами по сторонам от контрольной точки. Для атакующих же в этом случае путь через лес становится неприоритетным. Во-первых, пересечь лес будет непросто, а во-вторых, после леса придется пересечь дорогу, а при наличии бронетехники на ней это становится довольно рискованной задачей. То есть, если нахрапом взять точку через лес не удалось, следует атаковать с респа в деревне. При этом бронетехникой можно помочь пехоте зачистить точку. И далее следует удерживать дорогу, отсекая один респаун защиты по левую сторону от дороги, а другой респаун артиллерии и пехоты на захватываемой точке. Следующая точка – очередная артиллерийская позиция возле дома. Атакующим следует занять ближайшие дома и установить точку сбора за ближайшим к точке домом. Атаковать предпочтительнее с левого респауна, который располагается на той же стороне дороги, что и точка, потому как путь с другого респауна при подходе к точке пересекается с респом бронетехники противника. Кроме того, придется пересечь и дорогу, что при наличии на ней танков противника, как мы помним, будет непросто. Атакующим будет полезно обойти точку со стороны озера и занять там позиции для сечения респа защиты. В стороне защиты следует разместить точку сбора в ближайшем к точке доме и не дать противнику занять позиции со стороны озера. Другую сторону дороги удобно контролировать бронетехникой либо пехоты из дома юго-восточные точки. Сразу после захвата атакующей стороне следует продолжить наступление, преследуя отступающих игроков стороны защиты и не давая им закрепиться в деревне. Последняя точка – полевой штаб. В стороне атаки следует занять ближайший к точке амбар и разместить в нем точку сбора. Атаковать точку лучше через восточный выход, который смотрит прямо на точку, так как выход со стороны озера хорошо просматривается защитниками по пути с респа из ближайших стоил и с самой точки. Бронетехникой стоит закрыть путь пехоты от дома напротив точки. Защитник следует разместить точку сбора в здании за точкой, так как путь от респа довольно долгий. Также следует занять стойло севернее точки для контроля нападающих с одного входа и дом напротив точки для контроля нападающих с другого входа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бронетехника будет полезна как на дороге возле точки, так и севернее ее, откуда отлично просматриваются пути атакующей стороны. Ну и напоследок сводная карта со всеми этапами. Ну а на этом у меня все. Хороших и интересных тебе боев. Если видео понравилось, делись им с другими игроками, оценивай, комментируй и подписывайся на канал. Не забывай, от тебя зависит судьба этой рубрики. До новых встреч когда-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok